Вот плечо, не дай бог, если ключица сломана. А я благодарю богу, что я с глазами осталась. Мне когда сказали, что это бык, думаю, тем более вот, рядышком. Лидия Ивановна до сих пор не понимает, что произошло. Женщина переходила дорогу недалеко от своего дома, и вдруг на нее что-то налетело. Пенсионерка упала лицом на асфальт. Знаете, я просто вообще почти в состоянии прострации, потому что я его в глаза не видела. Я только слышала то, что говорила девушка. «Вас сбил бык». А я спросила, я говорю, возле дома, что ли, и больше ничего не помню. Произошло все здесь, на Коломенской, на асфальте кровь, на траве бинты. У женщины рваная рана лица, пришлось накладывать швы. После этого бык побежал дальше, и возле павильона на Красноярском рабочем сбил мужчину с двумя детьми. Вот эти кадры. На них видно, это молодой разъяренный бык. Он бежит с такой скоростью, что из-под копыт летит земля. Через несколько секунд на землю падает ребенок, за кадром остается мужчина. Он успевает накрыть собой вторую внучку. Мужчина лежал здесь, а все произошло, это вот ближе, за вентилятор, вот сюда вот. Валерия в это время была рядом, тоже гуляла с ребенком. Рассказывает, от испуга бык показался просто огромным. Все, как в страшном кино. У меня до сих пор шок, конечно, я очень испугалась. Побежал бык, я коляску отодвинула в сторону, мужчине попросило отойти, ну, закричала. Он одну девочку отпихнул, а вторую как бы под себя. Бык его перевернул два раза, мужчина упал, у него, я поняла, что ноги сломаны. Вот, а ребятишек я домой отвозила. Мужчина оделся ссадинами и ушибами. По информации медиков, его осмотрели и отпустили домой. А агрессивный бык побежал дальше и только чудом не свалил с ног нашего оператора. Стас успел среагировать и замахнулся на него штативом. После этого животное поменяло траекторию движения и помчалось по Мичуринскому мосту. Там бык врезался в автомобиль и скрылся в кустах. Последний раз его видели на счерца. То есть это опасное разъяренное животное пробежало практически полгорода, но его так и не смогли поймать. В полиции пояснили, мол, делали все, что в их силах. Однако, так как животное было без присмотра, то оно хаотично передвигалось. Сразу же установить мы его не смогли. А что могли бы сделать полицейские, когда его увидели? Что вот дальше? Они его увидели. Блокировать. Каким образом? Собственными силами, в соответствии с законом. Ну что это значит? Руками? Быка за рога? Это опасное животное. Если оно создавало угрозу, то вплоть до применения табельного оружия. Где сейчас находится бык, от которого уже серьезно пострадали два человека, никто не знает. Полицейские уверяют, продолжают поиски и животного, и его хозяина. Последнему, к слову, грозит только штраф до 500 рублей. Дарья Тарасенко, Виктория Лопатайте, Станислав Салтыков. Новости ТВК.